Мэры городов, депутаты, представители бизнеса и некоммерческих организаций собрались вместе, чтобы выработать единую стратегию развития региона. В программе форума встречи, семинары и круглые столы. Но самый большой интерес к докладу главы региона Сергея Ерошенко. Сейчас полностью меняется философия государственного управления. Мы должны мыслить не сегодняшним днём и не трёхлетним бюджетом. Для привлечения масштабных инвестиций нам необходимо научиться планировать свои действия на 15 лет и дальше. Строить наши сегодняшние действия надо из того, что здесь, на этой земле, спустя многие годы будут жить наши дети, внуки и правнуки, начинает Сергей Ерошенко. В своём докладе он ещё не раз коснётся тем перспектив развития региона и выхода на полное самообеспечение. По реакции зала становится понятно, что многие из идей главы региона находят одобрение. Говоря о Иркутской области, ни для кого не секрет, на сегодняшний день, а это очень важно, три года назад мы этого не могли констатировать. Мы сохраняем в экономике стабильную ситуацию, полностью соблюдаем социальные обязательства и, более того, это нужно подчёркивать, мы создаём условия для развития. По словам главы региона, именно создание условий для экономического развития определяет рост благосостояния людей, развитие социальной инфраструктуры, стабильность в общественной жизни. Так, за три последних года валовый региональный продукт вырос до 836 миллиардов рублей, увеличение составило 200 миллиардов рублей. С начала 2015 года область вошла в десятку субъектов Российской Федерации с самым низким ростом цен на основные продовольственные продукты. В прошлом году правительство Иркутской области заключило 30 соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с предприятиями, работающими на территории региона. На выделенные ими средства отремонтированы школы, интернаты для престарелых, детские приюты, приобретено медицинское оборудование для областных клиник. Социальную направленность работы нынешнего правительства и готовность к сотрудничеству подчеркнули присутствующие на форуме представители бизнеса и некоммерческих организаций. Опять же мы хорошо знаем, что если взять нынешний год, то более 70% расходов областного бюджета – это расходы на социальную сферу, это и повышение зарплаты бюджетникам, это и строительство новых больниц, детских садов, школ, спортивных площадок, стадионов. Но что важно подчеркнул Сергей Владимирович, что это не только строительство ради строительства, именно в современной социальной сфере должны воспитываться наши дети, должна формироваться личность молодого сибиряка. Понравилось еще то, что были сказаны некие вещи, которые до этого не говорили, скажем, о воссоздании или о создании на базе ЕВЭТУ Суворовского училища с конкретной суммой, суммой немалой, о том, что будет делаться по аэропорту, по развороту полосы. Ну тоже это очень любопытно и для нас, для представителей промышленного блока, конечно, это очень-очень интересно. Завершая выступление, Сергей Ерошенко подчеркнул, что власти должны смотреть на ситуацию глазами людей, уйти от абстрактных показателей, прийти к решению конкретных проблем, с которыми ежедневно сталкиваются жители области.